Здравствуйте, друзья! Давайте сначала послушаем знакомый вам эпизод, а потом я расскажу, как я его создавал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А теперь я вам продемонстрирую, как я создавал эту композицию в реальном времени, с минимальным редактированием. Начинаем с того, что создаем новый стиль. Нажимаем кнопку Record, выбираем Style New. Как я уже показывал, что все инструменты я теперь записываю в блокнотик. Все инструменты, которые подобрал для композиции. Потому что процесс подборки инструментов для каждого трека это довольно-таки длительная процедура. Мы сейчас остановимся на том, что просто уже по готовым инструментам создадим этот трек. Точнее говоря, эту композицию. Так, давайте выберем барабаны. Барабаны с названием GateKit Ambient. У нас сейчас стандарт-кит. Но мы можем GateKit найти, прям search набрать. Здесь удаляем то, что было раньше. Удаляем это все и набираем GateKit. Я думаю, этого достаточно будет. Вот. GateKit Ambient. Выбираем. Здесь я буду использовать стандартные инструменты, чтобы у вас не вызывал проблем выбор этих инструментов. Те инструменты, которые есть в стандартной поставке Corga PA-4X. Ну, я так полагаю, что и Corga PA-1000, и Corga PA-700 имеют такой же набор инструментов. Так что это подходит и для них тоже. Да и для многих других Corga PA подойдет. Выбрали GateKit Ambient. Теперь для того, чтобы сыграть эту партию, понижаем на две октавы строй инструмента. Нажимаем два раза на Transpose октав и на минус именно. И теперь у нас здесь в середине клавиатуры бочка, рабочий, клэп и хэт. Мы будем использовать четыре инструмента. Теперь давайте сделаем длину, общую длину композиции 8 делаем. Соответственно, трек ударных тоже у нас будет 8. Теперь темп. Темп композиции будет 170. Выбираем 170. И записываем партию ударных. Да, и надо сыграть ее два раза. И еще я забыл сказать, вот здесь мы ставим по восьмым квантизацию. Восьмые ноты выбираем. Кстати говоря, мы сейчас вот сыграли только четыре такта, но так как они повторяются во всем произведении, то мы можем сделать такую хитрость. Мы можем вот эту длину трека уменьшить до четырех. Окей. Теперь проиграть то, что мы сыграли. О, тем более, все равно надо переиграть, потому что я там не очень точно сыграл. Берем 8 и переигрываем. Для этого мы стираем трек, выбираем в падающем меню, потом нажимаем Delete Current Track. Удаляем его. И еще раз запишем. Такой вот рисунок будет. Ну да, надо было еще сыграть. Ну, сейчас четыре сделаем. И он будет играть четыре раза. Кстати, метроном надо было включить, потому что я без метронома не очень хорошо слышу. Ну и так хорошо сыграл, даже без метронома, в ритм. Ну вот, видите, теперь он четыре такта уже понял, что я переиграл их. И теперь он их размножит на все восемь. Слушаем. Да, хорошо. Теперь давайте еще одну вещь сделаем. Нам надо сделать так, чтобы пока эффекты у нас никакие не включались. Нажимаем меню и выходим в Master Effects. И вот эти эффекты нажимаем на On. Делаем Off. Делаем еще раз Off. У FX1 и у FX2. Как за это выходим, слушаем без эффектов. Да, мы слышим, что, видите, рабочий барабан уже с холлом. Ну, меня это устраивает. Теперь мы пока клэп не берем, а мы с вами запишем сейчас Head. Но Head надо записать на меньшей скорости, потому что надо его сыграть первую долю посильней. Не ровно вот так вот бить по нему, а сыграть первый посильнее, а второй послабее. Понятно. Для этого мы сделаем Temp 80 и на 80 запишем его. Достаточно, потому что он уже повторяется. Опять же, мы можем сделать здесь не 8, а 4. И проиграть его. Но мы можем проиграть уже на большой скорости. Так, играем его на 170. Ну, он, на мой взгляд, не совсем хорошо сыгран, поэтому можно пойти таким путем. В Event, вот здесь, его поменять. Velocity Event Edit. То есть, вот у нас это Fa-Ds. И посмотреть, на каких он нотах. Видите, здесь 109, здесь 82. Ну, давайте ниже спустимся тогда, посмотрим. Нажимаем Shift и опускаемся вниз. Тут тоже, видите, вот 109, 82. Здесь 90. Но мы можем сделать так же. То есть, в данном случае, что я делаю? Я меняю у каждой из нот кромкость. Называется это Velocity. То есть, у одной ставлю одно значение, у следующей другое и так далее. И так по всему ряду. Здесь их очень много. У каждой второй ноты громкость будет меньше. Ну, я сейчас уже за это время, наверное, два такта сделал. Так, теперь давайте поменяем значение с 8 на 2 такта. И послушаем, что у нас получилось. Да, вот эти... Вот эти, на самом деле... Так, а вот здесь тоже мы сделаем два такта. Не 8, а 2. Тогда нам лишнее не надо будет делать, ничего. Идем в меню. И здесь делаем... Тогда там не... Значит, у нас здесь 109. А здесь слишком маленькая разница. Давайте сделаем 55 попробуем, да? Да, 111. 111, 55. Вот. Тогда вот так вот у нас будет хорошо играть. Так, поехали вниз. 111, 55. Нарисуем так, что же делать. 111, 55. 111, 55. Тоже 111. Видите, я на фаде, если именно. Так, здесь тоже 111. Здесь 55. 111. 55. 111. И 55. Ну, теперь можно послушать. Можно прямо здесь послушать. 121, 55. Да, все нормально. Входим туда. Теперь делаем здесь, естественно, делаем 8. 8. И здесь тоже 8. Все. Все. Теперь у нас должно все работать. Да, и динамика есть. То есть, мы за счет вот этих... Можно, конечно, и руками это наиграть, но мы использовали инструменты, которые здесь у нас есть. Так, теперь давайте запишем клэп. Все, клэп записали. Ударный мы записали. Давайте теперь сохраним этот стиль. writeStyle. Назовем его dance. dance1. Окей. И запишем его прямо вот сюда. На место этого. Окей. Yes. Так, записали. dance1. А теперь давайте выберем бас. Бас. Вот этот трек. Да, выбрали. Вот. Бас, который здесь есть, меня... Вообще не нужен такой мне сейчас. Опять обратите внимание, я на две октавы понизил строй инструмента, нажав на минус. Два раза. Да, и мы здесь будем играть в фа миноре, но при этом реально мы будем играть в ля миноре. Как мы это делаем? Поскольку мы играем в ля, то мы опускаем до фа минора. Нашу ноту ля понижаем. Раз, два, три. На четыре полутона. То есть мы это вот здесь нажмем четыре раза. Минус. Раз, два, три, четыре. И здесь мы выберем фа минор. Везде фа минор. На всех треках сразу выберем фа минор, чтобы не было потом никаких заморочек. Зачем это быстро довольно-таки делается. Как я понимаю, что трек, который я выбрал, у него горит красный вот этот индикатор активности трека. Вот этот квадратик. Теперь следующий трек. Когда мы его выбираем, тоже красный загорается. Тоже фа минор. Следующий трек. Тоже фа минор. Но вот эти три трека мы использовать не будем. Поэтому мы даже что сделаем? Мы сейчас вот эти регуляторы поднимем сначала, чтобы они их зацепили. А потом опустим вниз. Вот эти три трека у нас не используются. Так, теперь нам надо выбрать бас. Когда мы уже все назначили фа миноры везде. И у нас даже здесь уже назначен аналог пэд. Но давайте начнем все же с баса. Выбираем бас. А бас у меня пульс соу. Сейчас мы пульс соу и выберем. Так, бас выбран, трек баса. Нажимаем поиск. Новый поиск. И выбираем пульс соу. Выбрали. Вот этот основной. Он General MIDI. Выбрали. Select. Подтверждаем его. Теперь выходим отсюда. И у нас здесь пульс соу. Вот это бас. А я напоминаю, что нажал два раза на понижение октавы на минус. То есть на две октавы понизили. И теперь мы будем играть в этой области. Такую партию будем играть в ля миноре. А на самом деле она будет играться в фа миноре. Вот такая партия. Напоминаю, что нам надо включить метроном, когда мы записываем ударные. Но поскольку сейчас уже трек ударных записан, то мы по нему можем ориентироваться. И метроном можно не включать. Метроном только задаст первый такт, четыре отчета. И по нему мы сориентируемся. Так, 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 так. Давайте сотрём. Я там что-то уже писал, что ли. Удаляем этот трек. То, что я там попробовал, вероятно, записать. Но сейчас пока удалим. Ещё раз записываем. Да, обратите внимание, что сейчас у меня стоит здесь два такта. Но всё равно он записал всё, что нужно. Только я остановлю, и там будет восемь. Вот видите, сразу восьмёрочка появилась. То есть мы сейчас записали трек ударных и трек баса. Давайте запишем трек аккордов. Аккорды здесь у нас будут записываться. Сейчас мы будем использовать аккомпанемент 1. То есть вот этот трек. Вот этот. И вот этот тоже мы потом будем использовать. Сейчас пока... И он не нужен нам. На всякий случай... Что у нас там не записано ничего? Да, здесь не должно быть у нас новый стиль. Теперь выбираем аккомпанемент 1. У нас аналог пэд. Тоже точно так же. Мы, когда его выбрали, после этого нажимаем на поиск. Это стираем. Clear. Говорим так. И выбираем. Аналог. Пробил пэд. Вот аналог пэд. Аналог пэд 1 у меня использован. Ну вот мы его и берём. Выбираем аналог пэд 1. Нажимаем на select. И после этого... Да, здесь select не видно. Но вы увидите его у себя на дисплее. И нажмёте на select. После этого нажимаем exit. И здесь видим аналог пэд 1. Так. Теперь нам надо сыграть аккорды. Ну, сейчас покажу вам, какие аккорды я запишу. Сначала ля минор играем. Теперь ми минор. Соль мажор. Ре мажор. Давайте запишем. Нам теперь надо записать основную мелодию. Ну, для начала мы с вами должны выбрать второй аккомпанемент. Делаем активным. Теперь опять же нажимаем на поиск, чтобы там не искать лишний раз. Новый поиск. Clear. Очищаем. И выбираем здесь mono. Mo. No. Пробел. Пробел. Поиск. Тут что-то он не может найти. Давайте тогда сотрем. Это mono пока просто. Вот. Mono. А, он без пробела. Видите? И у меня mono. So. 2. Вот этот выбран. Говорим select. И выходим отсюда. Вот он у нас выбран. Давайте отрегулируем громкость его. Вот так вот. Наверное, такая громкость ему нужна. Партия будет такая. Ну, примерно я сыграл ее. Когда будет ритм, я ее сыграю более точно. Пишем. Партия будет. Нет, я ее не совсем точно сыграл. Сейчас переиграю. Выбираем падающим меню удалить трек. Yes. Еще разочек. Дело в том, что она была слишком тихая. И поэтому мне пришлось сейчас увеличить громкость. Теперь мне будет ее сыграть удобнее. Ну, все. Мы это записали. То есть мы сейчас записали с вами часть, которая у нас будет использоваться на самом деле в интро. У нас здесь сейчас выбрано 8 тактов. А интро у нас будет длинная-длинная. То есть это у нас основная часть. Теперь вот это надо скопировать в интро. Как мы это сделаем с вами? Мы выбираем меню. Выбираем меню. Здесь выбираем Style Edit. И нам надо здесь указать Style Copy. Он находится как раз под аккомпанементом 4. Значит, мы выбираем с вами откуда в этом окне и куда. И здесь выбираем с какого трека на какой. Ну, выбираем здесь все. Копировать все. То есть мы не второй никакой аккомпанемент выбираем, а просто все. All. Теперь здесь мы выбираем откуда. Нам надо выбрать вариация первая. CV1. То есть у нас Court Variation первый. И куда мы пишем? Мы пишем на интро. Да, здесь нам надо опуститься по меню на следующую страницу дойти. А, да, вот еще какой момент. Мы здесь даже не сможем сейчас, по-моему, ничего выбрать. Почему? Потому что нам надо интро выбрать, да? Интро. Интро дальше будет. Интро дальше. Вот. Интро 1. CV1. Вот видите, он не дает. Я вам сейчас даже расскажу, почему. Потому что в интро у нас сейчас ничего не записано в CV1. Если мы хотим, чтобы записали вот эту вариацию первую в интро, то нам сейчас надо будет в интро хотя бы что-то записать в CV1. Поэтому отсюда выходим. Я уже с этим сталкивался, но мне помог один из уже теперь знакомых моих подписчиков и сказал, что вот если мы просто вариацию хотим скопировать в интро, не получится. А CV1, CV2 мы можем скопировать в интро. Теперь как мы делаем с вами? Переходим здесь. Вот это вариация первая. Мы переходим здесь в интро 1. И вот CV1. Сейчас что угодно мы запишем. Просто буквально один звук какой-то. И уже все будет работать. Так. Все. Достаточно этого. Теперь идем. Мы можем здесь выбрать опять вариацию первую. Идем в меню. Style Edit. Давай выходим. Так. Вариация первая. Выбираем CV1, CV1. И куда копируем ее теперь? А теперь мы можем уже выбрать и интро 1, CV1 и вообще все, куда угодно ее скопировать. Видите, как хитро. То есть я уже сколько раз с этим сталкивался. И вот такой вот здесь есть лайфхак. Что пока мы там какой-то звук не запишем в интро, он не даст нам это скопировать. Так. Все. Теперь копируем все из первой вариации первого CV1 в интро 1, CV1. Варимом Execute. Yes. Все. Он копировал это все в интро 1. Теперь переходим здесь из вариации первой в интро 1. Вот. Ну все, можем exit нажать. Я подумал, что инженеры Корга не додумали в этом, в этот вопрос. Потому что вот нам надо, например, интро 1 выбрать или вариацию 1. Как было бы удобно, если бы мы прямо здесь нажимали вариацию 1 или интро 1, и он бы прямо здесь переходил бы из вариации в интро, из первой вариации во вторую вариацию, в третью или в fill. Вот что он нажмешь, то да, он что бы переходил. А они не продумали это, поэтому только надо через меню переходить, вот через тачскрин. Наверное, надо им написать предложение рационализаторское, чтобы они этот вопрос обдумали и сделали. И кроме того, чтобы они тоже убрали вот это, что надо там записать одну ноту какую-то, только после этого можно будет скопировать. Ну ладно, мы это сделали с вами. Теперь такой тонкий ход здесь. Мы сделаем постепенное развитие стиля в интро 1. Начнется все с ударных. Ударные будут записаны. После этого добавится пэд. И уже после пэда добавится мелодия. Для этого мы что с вами сделаем? Мы, во-первых, увеличим длину. Вот это вот здесь будет не 8, а 32. 32 такта. И вот эти 32 такта нам потребуются для аккомпанемента, потому что бас все равно он будет играть одно и то же. Да, но бас у нас тоже будет не с самого начала появляться, с начала барабаны. Поэтому бас тоже делаем 32. Здесь, а прям сразу вот так сделаем 32. Бас 32. Акомпанемент 1 сделаем 32. Такта. И аккомпанемент 2 тоже сделаем 32 такта. Вот. Ну и по-прежнему нам 3, 4 и 5 сейчас не нужны. У меня вообще идея такая, чтобы вы поняли, просто как я делаю эти конструкторы. То есть я где-то услышал, мне понравилась тема. И я таким образом делаю себе заготовочку такую для стиля. Прям беру инструменты, выбираю потом. Ну, то есть вот здесь вы сейчас видите, как я все это делаю. У нас сейчас все записано целиком. Послушаем. Очень интересно, потому что у нас поменялись все инструменты. Ну, давайте, поскольку они у нас записаны, почему он сюда не записал инструменты, не знаю. Мы с вами обойдем это. У него бывают такие заморочки, что ли. Прям назначим. У нас же они все есть. Здесь не стандарт кит, а они у нас записаны. Вот прям весь списочек у нас есть, да. Выбираем здесь. Выбираем здесь gate kit. Прям вот в поиске. А, кстати, можем сразу. У нас же вот этот выбран уже инструмент. Поэтому мы можем вот на аккомпанементе 2 у нас monosol есть. Чтобы его не набирать второй раз. Выбираем его. Нажимаем поиск. Выбираем monosol 2. Вот этот, говорим, select. Есть. Вот, он у нас уже здесь есть. Ну, прям можем теперь аккомпанемент 1 завести сюда. Здесь analog pet тоже набираем. Это удаляем. Analog. Набираем аналог. Так, аналог pet 1. Ну, вниз уйдем, там он где-то есть. Так, аналог pet. Почему-то первого не вижу. А, вот аналог pet 1. Выбираем. Окей. Выбрали аналог pet 1. Теперь bass выбираем. Bass, pulse, soul. То есть вот так вот быстро довольно-таки выбирается все. Пульс. Достаточно, я думаю, уже найдем его. Так, pulse, soul. Ниже, ниже, ниже. Где-то он там есть. Вот он, pulse, soul. Я беру те инструменты, которые по умолчанию и есть у нас в корге. PA4X. Так, pulse, soul. И барабаны у нас выбираются. Вот не dance kit. Это я тоже пытал. Попробовал, мне не понравилось. Барабаны выбираем gate kit ambient. Потом еще расскажу, как это все доработать. Но пока давайте просто. Как это можно сделать? Можно даже не нажимать на его, на сам вот этот инструмент, а можно просто нажать на поиск. И здесь выбрать. Удаляем. И выбираем gate. 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 Вот, gate kit ambient. Берем стандартный. Вот, все. Теперь послушаем, как это звучит. Ну, надо потише сделаем. Ну, явно надо потише сделать солирующий инструмент. Вот этот такой, второй. Так, чуть-чуть погромче сделаем. Ну, да. И теперь, конечно же, нам надо эффекты назначить. Потому что сухой звук совсем не нравится мне такой звук. Давайте уйдем сюда. Мастер эффект. Включаем ревербератор. Выбираем. Да, пусть будет этот hall. Выходим. Так, здесь стереохорус тоже пусть будет. Вот, и здесь пока вообще эффект не выбран. Но мы давайте с вами выберем какой-нибудь delay. Так, и сейчас послушаем. Выберем. Нажимаем. Когда мы здесь вот, после вышли, отсюда вышли. Из эффекта вышли в это меню. Потом нажимаем меню. И попадаем в следующее меню, где мы выбираем миксер тюнинг. Вот. А здесь мы с вами выбираем FX Send. То есть сейчас мы будем назначать эффекты. И послушаем сейчас соло аккомпанемент второй. Нажимаем shift. Shift. И одновременно нажимаем аккомпанемент второй. Выбираем его. Так. Только надо его выбрать сначала здесь, аккомпанемент второй. Потом уже идти туда. Меню. Миксер тюнинг. И вот. Да, но для того, чтобы он соло звучал, надо shift нажать здесь и выбрать его. Видите, все погасло, только второй аккомпанемент остался. Вот теперь мы его настроим. Так, меню. Миксер тюнинг. И здесь мы выбираем FX Send. Вот. Сейчас будем назначать эффекты. Так, здесь верхний эффект Master 1. Это Hall. Давайте посмотрим. Так. О, нет. Вот. Такой Hall сделали ему. Теперь немножко хоруса добавим ему, чтобы он был такой более как бы насыщенный. И теперь добавим ему. Добавим ему. Добавим дилей. Так, посмотрим, дилей включен там у нас или нет. Мастер эффект нажимаем. Дилей выключен. Поэтому такая ерунда. Поэтому его и не было. Включаем дилей. Выходим в меню Mixer Tuning. Пока его уберем на ноль. И будем плавненько добавлять. Да, он стал попрозрачнее звук. Точнее говоря, не попрозрачнее, а такой более объемный. Так, ну что, теперь Shift нажимаем и включаем все остальные инструменты. Послушаем. Так, тут тоже у него такой закос. Когда переходим в это меню, пока не остановишь, он не даст войти в Mixer Tuning. То есть тоже они не продумали это. Надо было бы давать все же войти. Давайте прямо здесь поставим дилей ему. Да, давайте войдем, немножко изменим дилейсом, параметры его. Потому что он мне не очень нравится, как он звучит. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас у первого комплимента тоже дилей поднимем. И холл ему, конечно, дадим. Холл полный, пусть будет такой объемный звук. И хоруса добавим. Как он звучит. Так, теперь сделаем общий баланс. О, какой! Дилей слишком мы подлинили. Надо его покороче сделать. Сейчас сделаем покороче. Так, ну-ка. Да, чересчур. Это вот этот вот... Фидбэк у него слишком большой. Давайте поменьше сделаем. Вот десяточку. И еще сделаем вот эту. Такой хитрый сделаем. Или вот эту. Это сделаем триольную. Такой вот. Так, и здесь тоже сделаем восьмушечку. Не восьмушку, четверть сделаем. А половинки много. И здесь сделаем не три, повторение два. Здесь тоже сделаем два с этой стороны. Послушаем. Да, вот вообще здесь четверть не нужна. Делаем покороче. Слишком она. Восьмая пусть будет пока. Ну, посмотрим. Да, вот так вот лучше. И можно добавить чуть-чуть. Фидбэк. Ну, наверное, так, да. Причем вот здесь вот можно сделать два, наоборот. Здесь два сделать. А здесь сделать три. И здесь сделать три. И здесь сделать три. Чуть-чуть побольше, потому что все же. Ну, да, вот, наверное, как-то так. Послушаем. Так, начнем с баса и барабанов. Теперь будем добавлять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, да, вот какой-то такой, наверное, я думаю, оставим баланс инструментов между собой. Теперь у нас такая задача стоит, чтобы это постепенно все начиналось. У нас сейчас все инструменты записаны одновременно, да? Ну, распределим их по тактам. Сделаем первые восемь тактов. У нас будут играть одни барабаны. Потом будет восемь тактов играть бас. И потом следующие восемь тактов. После этого включится уже солирующая партия. Как мы это будем делать? Значит, мы идем в меню. То есть нам надо вот из первых тактов, из первых восьми убрать все, да, скажем. А потом добавлять постепенно. Так, первые берем в Style Edit опять. Сюда идем на Style Edit. Теперь нам надо выйти в меню Delete. Оно находится под аккомпанементом вторым. Выбираем Delete. И здесь мы выбираем, на каком треке, что мы будем делать. Сейчас давайте начнем с баса. Выбираем бас. Здесь можем убрать ноты, например. То есть вырежем ноты. Начинаем мы с первого такта. И заканчиваем мы восьмым. То есть восьмой такт у нас должен быть включен. Поэтому здесь мы выбираем девятый. То есть мы с первого по девятый такт. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Удаляем. Нажимаем Execute. Yes. Все. Мы это удалили. Причем вот что интересно, что он опять возвращается к четверке здесь. Почему-то. Ну ладно. Вернулся. Теперь удаляем. Бас мы удалили. Теперь удаляем аккомпанемент первый. Мы решили, что бас играет с восьмого такта, а пэт у нас будет играть с шестнадцатого такта. То есть восемь тактов еще пропустим. Соответственно, здесь нам надо выбрать аккомпанемент первый. Здесь интро и cv1. Все правильно. Ноты удаляем. И удаляем до семнадцатого такта. С семнадцатого. Окей. Execute. Yes. Теперь удаляем аккомпанемент второй. Тоже с первого такта и до... Давайте считать. Шестнадцатый такт. Плюс восемь. Соответственно, будет двадцать четыре. Двадцать пятый такт выбираем. Двадцать пятый такт. Окей. Execute. Yes. Выходим обратно. И давайте теперь послушаем, что у нас получилось. Потиже сделаем. Потиже сделаем. Все отлично. Ну, а вот теперь у нас все получилось. И теперь мы можем сохранить все это. Сохраняем. Записываем. Write style. Dance 1. Окей. Вот. Exit. Да. Теперь выходим отсюда. Для того, чтобы выйти из меню записи, нам надо нажать record. Yes. Вот. И теперь у нас этот стиль готов. Нажимаем интро. И слушаем. У нас фа минор. Соответственно, фа минор и берем. Старт мигает. Поэтому синхро старт сейчас работает. Как только я нажму фа минор. Только надо не забыть, что у нас здесь минус 4. Можем просто ля минор нажать. У нас тот же фа минор и будет. Да. Нажимаем ля минор. Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас мы перейдем на первую вариацию. И он так и будет продолжать играть, пока не остановим. Так, хорошо. Ну и теперь сделаем коду. То есть ending. Сделаем ending. Потому что как-то завершить-то надо нам его. Так, нажимаем опять record, edit. И здесь выбираем вместо вариации 1, end, end, 1. То есть у нас это будет финалочка. Но опять же нам надо вот эту вариацию 1, которая у нас была, скопировать сначала в end 1. Да. Скопируем. Мы уже знаем, как это делать. В меню выходим. Здесь выбираем style edit. Здесь выбираем style copy. И копируем. Опять же, вариацию 1, cv1 копируем в e1. Это у нас ending будет, да? Вот e1, cv1. А в e1, cv1 уже он дает просто скопировать. Видите? Даже несмотря на то, что мы там ничего не играли, никаких нот не брали. Все равно он дает это сделать. Ну, только нам надо не барабаны, а нам надо все. Теперь выбираем все. All, all. Secute. Yes. Все, скопировали. Теперь проверяем. Здесь мы выбираем e1 ending. End 1. Вот. И сколько у нас? 8 тактов здесь будет. Ну, можем тоже сделать. Сделаем здесь. Даже не знаю. Можем сделать 16 тактов. Давайте сделаем 16 тактов. В общем-то, проблем нет с этим. 16. И здесь тоже 16. Сделаем. Это на барабанах. На басу тоже сделаем 16. На аккомпанементе первым тоже делаем 16. 16. На аккомпанементе втором тоже делаем 16. Так. А можем даже сделать и не 16, а 17, чтобы он закончился уже там, чтобы он прозвучал там все же. Так, 16, 17. 18 будет нас. Это не лимитирует 18. То есть, что по моему замыслу здесь нам надо сделать? Да, 18 тактов сделаем. По моему замыслу сначала, когда мы выходим сюда, он убирает барабаны. То есть, мы выходим на эндинг и уже будем без барабанов. То есть, мы просто барабаны удаляем. Так, идем сюда. Так, еще раз. Убираем трек ударных. Здесь удаляем трек этот. И у нас сейчас будет играть бас. Аккомпанемент первый, аккомпанемент второй. Значит, у нас бас перестанет играть через, через, через восемь тактов получается. Значит, можем даже делать... Ну да, потом у нас просто сыграет пэт и соло. Значит, восемь тактов. Мы должны после восьми тактов удалить ударные. Идем на... Опять в Style Edit. Так, в Style Edit. Здесь выбираем трек баса. Бас. Только на Style Copy берем, а выбираем Delete. Удаляем. И удаляем мы бас с девятого такта до девятнадцатого. Вот эти, Аккомпанемент один. Аккомпанемент один мы удаляем. То есть у нас шестнадцать тактов остается. А вот с семнадцатого... С семнадцатого по девятнадцатый мы его удаляем. Аккомпанемент один. Есть. И Аккомпанемент два. Тоже удаляем. С семнадцатого такта. Окей. С шестнадцатого он отыграет. С семнадцатого удаляем. С cute yes. И давайте послушаем, что у нас получается в этом случае. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и проверим уже. Нажимаем на рекорд. Выходим отсюда. Проверим уже, что называется здесь. Возьмем сейчас La минор. Пусть он играет прямо с первой вариации. И уйдем на первый эндинг. Уходим. На этом я этот обзор заканчиваю. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Жмите на колокольчик. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok